Поставил пару галочек и ввязался в финансовую каблу на всю жизнь. До сих пор россияне не понимают разницу между микрофинансовыми организациями и банками. В этом году Центральный банк России решил исправить ситуацию и подтянуть финансовую грамотность россиян. Начать решили со школьников. Школа номер 6 – одно из двух образовательных учреждений, где введены уроки финансовой грамотности. Ведут их обычные учителя. Они прошли курсы переподготовки и теперь пытаются навести порядок в головах школьников. Это жизненные принципы, прежде всего, для меня важны. И я причем преподаю им не только по учебнику, но и привожу какие-то жизненные примеры, и они тоже приводят в ответ. Дело в том, что у нас, к сожалению, большая часть населения города Владивостока, она так и так завязана на банковской системе. То есть очень много людей, которые берут ипотеку, кредиты и так далее. Тем самым многие дети это видят, понимают. Банк нам бесплатно дает учебно-методический комплекс. Они нас обеспечили учебниками, методическим пособием для учителя и рабочими тетрадями. Все очень ярко, красочно в этих учебных пособиях. Ребята с большим интересом изучают этот предмет, который им пригодится не только в 10-11 классе, но и пригодится в обычной жизни. Ученикам рассказывают о роли Центробанка как регулятора рынка, что такое кредит и вклад, какие могут быть максимальные процентные ставки и многое другое. Ребята к урокам относятся достаточно ответственно. Финансовая грамотность – нужный предмет, потому что вне зависимости от того, кем ты станешь, тебе все равно придется столкнуться и с кредитами, и с домашней бухгалтерией, и с деньгами. То есть надо все-таки будет проводить эти операции и надо уметь это все делать, чтобы все это делать грамотно и не уйти в банкротство, скажем так. Если они будут внимательно читать договоры, там можно написать маленькими буквами, и люди могут не прочитать и получить большие проценты. Я буду стараться не брать ни кредитов, но буду по возможности делать вклады, чтобы повышать свою казну. Несколько раз мои родители брали кредит для того, чтобы купить квартиру, сделать ремонт, купить машину. Я на самом деле с ними абсолютно согласен в этом моменте. По данным Центрального банка России, объем кредитов россиян достиг максимума за два с половиной года и составил 11,4 триллиона рублей. С начала года объем займов вырос на 3,5 процента. Просроченная задолженность увеличилась на 1,7 процента и достигла 883 миллиарда рублей. Из них приморцы задолжали 70,6 миллиарда, в том числе просроченная задолженность 10,3 миллиарда рублей. Судя по статистике, Приморский край выглядит на фоне остальных не так плохо. Более того, в 2015 году финансовый университет при правительстве России признал Владивосток самым инвестиционно активным городом с высокой степенью финансовой грамотности. Но и нам есть куда расти. Финансовое поведение людей порой бывает противоестественно, я бы сказал иррационально. Люди имеют свойство вкладывать деньги в пирамиду, имеют свойство отягощать себя обязательствами, которые они не тянут. А дети иногда вообще думают, что деньги берутся из кошелька. Поэтому вот тот постулат о финансовой грамотности, который сегодня развивается с помощью общественных организаций, включая нашу, Министерство финансов, свою программу недавно презентовали, Центральный банк. Но единой вот такой вот целенаправленной государственной политики по финансовой грамотности нет. Она нужна, чтобы оградить как раз людей от материальных потерь. Главная мысль, которую пытаются донести эксперты – люди должны рационально оценивать свои риски. Сколько можно занять без ущерба для бюджета семьи, а также как заботиться о своих активах. И это не деньги, а в первую очередь здоровье, образование и репутация. Катерина Матвеева, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.